Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бовсуновский. Сегодняшнее видео, которое вам поможет собрать в голове, мы поговорим немножко о такой вещи, о такой вещи, как Full Stack, да? То есть разработчики, понимающие полный стэк. Ребят, эта тема очень большая, и направлений в ней много. Мы будем, по крайней мере, для себя важно понять, с чего начать, какие шаги сделать, как всё уложить в голове. В описании видео будет достаточно много ссылок, которые ведут на видеоуроки, которые дополнят картину. По крайней мере, у вас будет цель, потому что я очень различаю два состояния, обучение программированию и выращивание в себе программиста. Вот смотрите, вот чем отличается моя школа от других школ. Большинство школы представляют из себя курсы. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Просто есть курсы, там, допустим, два-три месяца, где человек изучает, и там идёт дальше куда-то. Я сразу, когда делал школу, делал её таким образом, что человек в школе может учиться сколь угодно долгое время и достигать своих целей в понимании. Одним надо один день, другим надо три дня, третьим надо неделя, в зависимости от времени, сколько есть, да? У кого-то меньше, у кого-то больше, но писать могут все, потому что можно спросить, можно повторять. Большую роль играет в школе группа. Вот сейчас я обращу на это внимание, потому что бывает приходят ребята и говорят, хочу вести рубрику. Да нет такого понятия, хочу вести рубрику. Просто выполняйте домашние задания. Я всегда обращаю внимание, просто есть ребята, в школе нет никакой обязаловки. Каждый выбирает абсолютно свой путь. Свой путь. Ну, мы возьмём вот парня, который пришёл недавно и, в принципе, начал делать очень правильно. Потому что я просто поясню это. Значит, смотрите. Есть ребята, которые просто делают для себя. Хорошо, пусть делают. Есть ребята, которые приходят и домашние задания делают очень щепетильно, то есть всё чётко описывая. Я понимаю, что человек в данном случае настроен на работу в группе. Почему так делается в школе? Индивидуального подхода просто не получилось бы. Ведь я один, да? А ребят много. Но не так много ребят, которые делают, вот как Сергей Асачий, что нет ни одной рубрики, где бы он не писал, и нет дня, допустим, чтобы Серёжа что-то там не написал, да? И ребята начинают делать. И просто в данных случаях я стараюсь подсказать дополнительно. То есть то, что дополняет тему, да? Дополняет и развивает тему. Будет человек делать, не будет. То есть я это не отслеживаю. Вот пришло сообщение, вижу, делает. Тогда я, посмотрев код, и знаю, как направить. Но вот сегодня мы эту тему свяжем с... с Глебом Логачёвым, который, в принципе, и выполнил это домашнее задание. То есть... Но Глеб сделал ошибку. Вот он уперся сразу в Котлин. Я ему сказал, берите и Джанго. Ребят, почему выбран Джанго? Вот я сейчас проговорю, а вы переосмыслите. Ну, во-первых, это очень мощный фреймворк, да? А вторая важная вещь. Вы знаете, Джанго, он настолько большой. И он в себя вобрал всё, что только возможно в веб делать. То есть это JSON, GC, и всё, вот что есть в веб, он в себя всё это вобрал. Поэтому в одном пакете вы получаете огромнейшее понимание всего. И самое главное, работу с сервером. Не забывайте про Инстаграм. В Инстаграм, на котором весь мир, и вы, скорее всего, пользуетесь, серверная часть написана на Джанго, а Мордан на Джава. Поэтому, если у вас стоит сегодня задача, а что бы я хотел изучать, ребят, всегда учите веб. Потому что в современном мире сегодняшнем приложения, которые не обмениваются информацией, они мёртвые. И разработчик, который не понимает, как работать с серверной частью, он практически выпадает из жизни. Ладненько, не буду вам читать нотации, давайте поговорим о том. То есть, вот хороший пример, да, то есть, видно, что человек понимал, о чём пишет. Переменно инициализированные этапи в таком-то, да, и так далее, и так далее, и так далее. И, смотрите, я разъяснил Глебу, хотя такие сообщения часты, поэтому говорю, надо быть в группе. Группа занимает в школе очень огромное место. Когда, сейчас поясню, мне иногда рекомендуют, что, ой, хорошо бы форум. Ни один форум не дотягивает до группы. Сейчас покажу, почему. Вот в школе, ну, опять придётся отвлечься на школу, чтобы снять эти вопросы. В школе, например, вот принято, что... Вот мы работаем с Котлин, да. И домашние задания привязаны к группам. То есть, домашнее задание, и человек сбрасывает группу. Вся фишка группы в том, что я за эти несколько лет не раз очищал группу. Но я могу, как хочешь, изменить рубрики группы, и как бы я не менял, вот это, даже если я почищу группу, вот это домашнее задание, ссылка на него останется. То есть, группы Google, рабочие ссылки, они, да, мы можем убрать рубрики группы, ну, надо переделать, бывает. Но ссылки она сохраняет в архиве. И эта ссылка будет работать и завтра, и через год, и через пять. Хотя, три раза менялась морда группы. Почему? Потому что, ну, в зависимости с движением школы. Поняли? Теперь, чтобы не затягивать, конечно же, Глеб большой молодец, сделал правильно. Но прежде чем перейти дальше, я вот говорю, что смотрите, я вижу, что он описал видит переменные. Я его подвожу к тому, чтобы он принял решение, принял решение выращивать себе фалл, фулл стэк разработчика. То есть, по сути дела, что такое фулл стэк разработчик? Это разработчик, который понимает полный стэк. Например, он работает с Kotlin, но Kotlin также полностью поддерживает GC. И он понимает не только Kotlin, но понимает, как работает GC. Может применить JSON, может применить API, какие-то, да, там. То есть, на сегодняшний день эти разработчики выходят... Это много, вы наберите просто фразу, я много понаходил, то есть, нет необходимости это описывать, фулл стэк разработчик. Грубо говоря, иными словами, разработчик, который может собой заменить 3-4 программиста. Это человек, который хороший специалист. Но, ребят, вот школа Бовсуновского движется и будет двигаться в направлении фулл стэк разработчика. Теперь бы я хотел обратить внимание, ребят, сразу скажу, для кого кажется эта вода, выключите просто там и спокойно занимайтесь дальше своими делами. Так вот, фулл стэк разработчика, я хочу вот обратить внимание, нельзя вот, допустим, думать, да, вот я 3 года буду изучать там Python, да, а потом стану фулл стэк разработчиком. Не станете. 100% не станете. Пока, до какого момента? Пока не измените стратегию. Теперь я вас спрашиваю, вы все учились в школе, почему в первом классе не преподают интегралы? Потому что, правильно, потому что первоклассник интегралы не поймет. По одной простой причине, что любое дело, которое вы не возьмите, идет с нуля. Вот так же и ребенок родился, потом начинает учиться говорить, там, так далее, так далее. Так вот, пришли вы в школу, да, и первую цель, которую правильно, вот вы не знаете, допустим, да, в каком языке вы завтра будете писать, какие приложения. По сути дела, Python и Kotlin, я потом, я сейчас помечу себе, обеспечивают весь рынок, да, эти два языка, включая еще два. Так, 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 приостановлю, помечу, иначе забуду. Все пометил, потом сейчас скажу. Так вот, ребята, я хочу, чтобы сначала вы взяли себе и переосмыслили такую вещь. Обучение, программированию и выращивание в себе программиста абсолютно разные вещи. Знаю на своем опыте. Первые три года я, когда я изучал с 2019, с 2009 по 2012 год, я, у меня был совершенно неверный путь, то есть я решил, что вот я буду учить Python, а потом, потом я не знал вообще, что учить, тогда я не знал, но сегодня уже выращено много ребят, и сегодня сложилась четкая система. Правильно, когда вы с первых шагов принимаете решение выращивать себе в фулл стэк разработчика, то есть разработчика, понимающего первый стэк, то есть весь стэк. То есть это правильная цель, когда вы не знаете, какую цель поставить, то ставьте эту. Еще раз повторяю, нельзя просто что-то делать, а потом вдруг стать фулл стэк разработчиком. Вспоминайте, что я рассказывал про школу, про первоклассника, про интегралы в начале этого сообщения. Так вот, фулл стэк разработчик это привычка, это конкретные шаги. Очень непросто разбираться, допустим, когда вы уже знаете язык, я с этим столкнулся, а потом начинаете разбираться в чем-то другом. В моей практике это было ужасно. То есть, смотрите, мне, я не хочу, чтобы вы повторяли этих ошибок. Когда в 2009 году я начал просто с питон, для меня, допустим, функции были, ну как функции, я считал, что вот функции только такие. Когда же мне пришлось столкнуться с JavaScript, то тогда я только начал обращать внимание, что оказывается в JavaScript функции высшего порядка. Только тогда я начал обращать внимание, а что это такое и так далее. То есть, по сути дела, все это было довольно сложно. Почему, чтобы упростить задачу, надо делать все с первых шагов. В данном случае с Глебом. Смотрите, вот Глеб пока на этапе переменных. Я ему начал давать рекомендации. То есть, понимаете, нельзя это все написать только в видеоуроках. Все это дается в группе и разным людям. И зачем это еще делается, поясню, потому что, возможно, я это пропустил. Я говорил, что есть ребята, которые активно занимаются, а есть ребята, у которых меньше времени. Но я знаю, что они в группе прочитают эти рекомендации и, возможно, будут в своем ритме это делать. Конечно, тот, кто делает в группе все это сам, он продвинется намного быстрее. Я ему даю рекомендации. Если он сделал переменные Kotlin, то сейчас проделайте это с двумя переменными Python и GC. То есть, основное внимание, обращая на инициализацию. Кто не знает, что такое инициализация, быстро полезли в Википедию и посмотрели, что значит инициализировать. Этот вопрос относится не к какому-то конкретному языку, а ко всем языкам. И вот здесь предыдущее предложение вы услышали, я сказал, заострю внимание, что инициализация относится не к Kotlin, а ко всем языкам. Так вот, ребята, на такие вещи начинаешь обращать внимание только когда начинаешь изучать несколько языков. Есть такое понимание уровень над языками. Сейчас попытаюсь объяснить. Понимаете, когда вы изучаете только один язык, вы мыслите очень узко. Вы не можете вычленить тех вещей, которые присущи вообще программированию. Ну, например, чтобы понять, функции есть в большинстве современных языков, только у них разные ключевые слова. Переменные есть во всех языках тоже, только они по-разному инициализируются и опять разные ключевые слова и могут отличаться хранение данных в одних случаях выделенной памяти, в других случаях самой переменной и так далее. Так вот, эти вещи начинают на себя обращать внимание только когда вы начинаете изучать несколько языков. Почему вам сразу подсказка очень эффективно изучать по минимуму два языка. Я говорил много по следующему фрагменту, который я сейчас озвучу. У новичка всегда стоит вопрос какие языки выбрать. Ребят, на большинстве современных языков можно написать разные вещи, но правильно выбирать языки по рынкам, с которыми будете работать. А теперь логически подумайте, какие рынки сегодня основные. Основные это веб-рынок и мобильный рынок. Вот и все. Почему сам по себе ответ на вопрос очень простой. питон при всей своей простоте затрагивает офигенные вещи. Весь веб-рынок. Возьмите Китай. Ну, ведь по России идет передача там открытия Китая. И там я там увидел даже, хотя я читал раньше, как одну из передач он рассказывал о системе считывания лиц. Написанное на питон. на питон весь Китай написал считывание лиц. У них там даже на мусорке стоит, чтобы люди разделяли расходы, отходы, у них на мусорке стоят видеокамеры. То есть выписывают штраф, там у них кто не разделяет. А весь секрет в том, что машинное обучение написано Python работает со скоростью C. Почему? Потому что все обрабатывается при помощи библиотеки NumPy, которая работает со скоростью C. Почему? Очень выгодно, очень просто, очень круто. 400 библиотек на тебе и делай все, что хочешь. Это вы меня услышали, да? Почему выбрана такая подборка языков? Я понимаю, что подвести Глеба намного проще. Сейчас, проходя переменные Kotlin, добавить переменные Python и GC, 100 изменится для Глеба. А ничего, ключевые слова изменятся. И надо будет разобраться, где хранятся данные. И разобраться, как происходит инициализация. Я сейчас специально не проговариваю для новичков. Залезьте в Википедию, еще раз говорю, посмотрите, что это такое. Это относится вообще ко всем языкам. Теперь я задаю вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а какая разница, вот вы изучаете переменные Kotlin, вы изучаете переменные Python или вы изучаете переменные GC? У вас в голове, по сути дела, когда вы изучаете один язык, у вас ни хрена не складывается. А когда вы начинаете изучать два-три языка, у вас наконец-то появляется картина, что в переменных всего лишь важны три вещи. Ключевое слово, в данном случае в Kotlin это вар и варь, и новички, кто не знает, есть курс по Kotlin и разберись, с чем они отличаются. Да? Сейчас, секунду, потерял. Второе, это это как инициализируется переменная, как я говорил, выплывает понятие инициализации, потому что оно имеет ключевое значение и где хранятся данные. А язык, то какая разница какой? Скажите, пожалуйста, начав изучать три языка, в четвертом языке вы разберетесь абсолютно, сто процентов разберетесь. То есть, по сути дела, просто, да? И, как я говорил, изучение должно идти от простого к сложному. То есть, по сути дела, понимание, что выучу язык, а потом стану фалстэк-разработчиком, не сработает. Этого не произойдет. По одной простой причине, что надо изучать, начиная с базы, и именно укреплять базу, базу, базовые знания. И это дело, вторая важная вещь, я говорил, еще раз повторю, дело привычки. Помните, в начале видео я говорил, существенно отличается изучение языка и принятие решения на выращивание в себе разработчика. Чем отличается на этом этапе школа Бовсуновского от других школ? Однозначно. Потому что идет работа в группе с такими активными ребятами, и этой информацией может пользоваться вся школа. То есть подсказки на то, чтобы стать на колею файл стек разработчика. А дальше у вас будет уже своя система. Но самое главное выработать на первом этапе в себе привычку, что вы постоянно работаете в направлении файл стек разработчика. то есть это осознанное принятие решения. Дальше. Вот первые советы. Это первые советы. На самом деле, кто в группе, советов этих очень много. Их надо принимать для реализации. вы начинаете понимать тогда, что в школе в основном есть видеоконтент. Но видеоконтент всегда это первый шаг. Я вам говорил, что я в описании видео дал ссылки, которые поставят многое на свои места. И вопросы отпадут. То есть понимание дополнится. Зачем вам это делать? Потому что все эти видео отвечают на вопрос зачем? Мы на них остановимся и я вкратце расскажу. Я вот описывал для Глеба, хотя это проговорил не раз. Первые три года я думал, что лучше изучать потом Python, а все остальное. Это была стратегическая ошибка. Начинать надо с нескольких языков. Самый такой жизнеспособный вариант, который я даю рекомендацию в школе, это пройти функции Python и подключать Kotlin. Почему? Потому что в Kotlin развито функциональное программирование и в любых других языках функции это рабочая лошадка, которую по крайней мере мы изучаем и работать в пределах функции. Тогда у вас сразу тренируется и работа с функцией, работа с типами и мышление, все, что нужно. Но тем не менее всегда говорю начинайте с Python. Почему? В принципе много уже говорено про это, но остановлюсь совершенно коротко. Понимаете, вот возьмем мы, например, Java, и первым языком первые 30-50 ошибок убивают зачастую новичка на первом этапе. Второе, это, допустим, Java полностью объектно ориентированный язык, и когда новичок ничего не знает, а от объектно ориентированный программир начинает изучать Java, то в принципе это пустое. Понимаете, OOP надо изучать именно на Python. Например, возьмем любой другой язык, Java или Kotlin, там OOP, да, оно полноценно с точки зрения классических основ. Классических основ, оно полноценно. Например, инкапсуляция, наследование, абстракция, то есть с точки зрения классического понимания объектно ориентированного программирования, они полноценны. Но с точки зрения развития как самого объектно ориентированного программирования, то сильнее Python нету. Ведь мы вспоминаем Django, который все делает на автомате. Откуда это? Правильно, на метаклассах, то есть классы, которые на лету создают новые классы. Допустим, у Java и у Kotlin это невозможно. Поэтому начиная изучать объектное ориентирование, ориентированное программирование с такого языка как Python, вы просто настолько широко его изучите, и дальше ваше понимание будет строиться на том, ага, в отличие от Python это есть, это нет. Допустим, когда я читал справку Kotlin, я прочитал, что в Kotlin нет множественного наследования, да, и меня это, конечно, разочаровало, конечно, мне проще написать один какой-то скриптик и добавить его во все классы, и оно будет выполняться, это очень круто, я понял, что надо будет дописывать код. Есть раздел, которым я рекомендую работать самостоятельной работы, вот это еще одно, кроме видеоурока, да, начинается в школе работа самостоятельная, то есть самостоятельная работа, это уже выращивание все программиста, но мы сейчас остановимся на вещах и видео потом дополните, что на самом деле я говорю такую фразу всегда, изучение программирования или выращивание все программиста идет определенным образом, то есть должны включаться определенные пункты, нельзя просто, ну зачем, зачем же, я просто скажу, сейчас я к этому перейду, немножко перескочу, просто важный момент тот, то есть я всегда рекомендую начать проделывать вот этот раздел, тут аж 10 страниц в группе, не важно, что здесь уже там Асачи проделал, вы должны все это делать сами, не должны, а рекомендуется, вы никому ничего не должны, так, стоп, ребята, так, ту мысель не забыть, которую, она важная, хотя, говорю, одно и то же рассказываю с разных сторон, так вот, тут 10 страниц, тут я формирую вопросы, но обратите внимание, тут формируется и навык, то есть одно дело вы посмотрели урок, другое дело вы начинаете кроме урока искать, то есть смотрите, когда у вас в голове, допустим, вы ищете методы списков Python или другого языка, у вас же в голове уже заложилось, да, вы ищете, вы находите, вы узнали, что вы ищете, то есть у вас сошлось, начинает нарабатываться такая вещь, как вы понимаете, что делать в языке, это тоже часть обучения, я говорю, все проискивайте, то есть это важный момент, теперь то, что я вернулся, на чем что прервал, вот здесь я дал видео, несколько, да, ну, например, вы мыслите, как программист, как программист, или код понимаю, писать не могу, то есть частые ситуации, да, в основном у ребят, которые просто-напросто по вершкам бегут, вроде код понимают, но все другое не делают, на выходе прошел там 5, 7, 8, 10 месяцев, писать не могут, почему, по одной простой причине, потому что не изучали программирование, то, что я называю определенным образом, не включали шаги, поэтому я рассказал, кстати, вот тут про парня интересного, и дальше за месяц, за месяц поправилось у него дело, и он пошел уже правильно, вижу, пошли результаты, совсем другие, в этих видео я рассказал вообще, что включает в себя обучение, что надо делать, вот то, что рассказывал в виде урок, дальше надо обязательно проискать, проделать, то есть постоянно изучение идет из нескольких этапов, дальше здесь есть урок, вроде который относится к джанго, тут целых 5 уроков, если не понимаем джанго, но хочется как быть, да, тут вроде говорится про общее понимание джанго, потому что в него не все могут врубиться, здесь просто теоретически понимаешь, да, как работает джанго, но кроме этого я много внимания уделил двум языкам, то есть самому программированию, то, что достроит вашу картину, итак, теперь о трех важных вещах, которые, если вы собрались стать разработчиком, то надо учитывать не три сколько здесь будет, да, важные вещи, которые нужно реально учитывать, первое, расширенное использование командной строки, я рекомендую джупитер, все это есть в школе, просто надо заниматься, понимание, вот это очень хорошо объяснил Михаил Беляковский, когда вот он там закончил курсы, и оказалось, что сам в себе понял, что со справкой он не умеет работать, ребят, пока вы не начинаете работать с командной строкой, вы стоите на месте, никогда вы не научитесь толком работать со справкой, а хороший программист от плохого отличается тем, что хороший программист профессионально умеет работать со справкой, и знает основные понятия программирования, которые относятся к разным языкам, то есть то, что я объяснял ранее, допустим, функции есть во многих языках, перемены во многих языках, они включают переменные понятия память, инициализация, то, что относится, то есть все языки схожи, да, но работа с командной строкой, она ведет к тому, что вы сначала работаете от приложения к справке, потом уже идет обратный порядок, поймете, много в школе об этом говорил, второе, начать документирование, я рекомендую, вот здесь есть уроки по маркдаун, можно разное выбрать, но тем не менее, тут не сам маркдаун, а важный момент, понимаете, есть ребята, которые просто-напросто что делают, вот он вроде понимает, пошел дальше, понимать и суметь описать то, что вы вроде бы понимаете, это абсолютно разные вещи, ведь есть старая пословица, то, что есть, как раньше говорили, есть люди пишущие и не пишущие, пишущие, которые все берут на карандаш, все записывают для себя, ведут конспекты, те действительно разбираются в вопросе, тут то же самое, то есть я всегда рекомендую, то, что вы делаете, любой проект начинается у вас со справки, и то, что вы делаете, надо обязательно описывать, вот в принципе очень хороший пример, вот здесь он и описан, да, то есть человек сделал правильно, я теперь видя другие ребята, видно, что о чем пишет человек, он понимает, да, и заметьте, через год-полтора, вот он сам заметит, что будет совершенно изменяться картина описания, то есть то, что он описывает, еще я бы мог много говорить, но все остальное в школе, подведем итог, программирование, то есть это процесс, не нужно путать процесс выращивания с изучением или обучением, вы пошли на курсы где-то допустим три месяца, вам просто выдали порцию информации за три месяца, вы там обучались, вас никто не учил применять, вас никто не учил думать, вам просто выдали информацию, вы познакомились, и по сути дела до программиста вам далеко еще, но вы можете как делает сегодня Глеб начал делать, так он уже работает как программист с первых дней, вы допустим прослушали по переменам и пошли уже дальше, дальше, а я учу людей работать на сравнении, обращать внимание на мелочи и уметь описать то, что вы сделали, тогда это не надо запоминать, это откладывается, это становится для вас узнаваемым, для справки в любом языке, то есть вы начинаете разбираться в языках, это абсолютно другая реальность, это абсолютно другой уровень, то есть то, что начал делать сейчас Глеб, это поставило его совершенно на другой уровень, он взял намного уровня выше, услышали это от меня это, да, услышали, где наш итог, обучение, обучение, когда вы посмотрели уроки, грубо говоря, послушали курсы и все, процесс выращивания в себе программиста подразумевает сознательно принятие решения о цели, сейчас добавлю туда еще одно видео, самый простой вариант, на своем канале я писал видео, я сейчас открою его, да, сайт будет по-другому, скорее всего, потому что я уже переписываю школу, но пора уже переписать полностью, поэтому этим я сейчас занимаюсь, не удивляйтесь, когда сайт будет выглядеть по-другому, так, самое простое это Python, ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать программирование, да, это, ну, такое очень-очень простое, ну, по крайней мере, понимание абсолютно любым новичком, понимание, как и что делать, так вот, ребята, смотрите, я рекомендую цель, которую диктует сегодня время, это выращиваем себе разработчика, понимающего полный стэк, ребят, еще раз говорю, ну, не знаете вы, на самом деле, вы действительно не знаете, вы еще ищите себя, вы просто подходите к программированию, запомните несколько вот этих вещей, которые я скажу, я не буду считать их, потому что, вот что проговорю, понимание, первое, процесс выращивания, это процесс сознательный, вот в этом видео, как раз, наверное, я здесь, по-моему, здесь говорил, то есть, пока вы не понимаете, как вы изучаете язык, что для этого надо делать, как вы будете отслеживать, что вы развиваетесь, в этих видео вы найдете, которые я дал, что из чего состоит процесс обучения, частично я проговорил и самостоятельной работы, видеоурок, проделанных домашних заданий, и так далее, и так далее, то есть, дополняете, да, все это, так вот, выбирайте себе цель на фаллстек разработчика, это огромнейшая тема, но есть первый шаг, всегда есть первый шаг, первый шаг, это изучение, начать изучение с двух языков, как я рекомендую в школе, есть хороший алгоритм, который заявил о себе уже, и вот здесь как раз Татьяна Осадчева, Сергея, который, в принципе, это очень хорошо описал на своем личном опыте, да, вот этот момент я сейчас еще обговорю, так вот, тогда у вас все развивается правильно, вы начали с двух языков, у вас начинает работать механизм сработки, сравнение, то есть, естественно, состояние мозга, понимаете, когда вы открутили свечи в Жигулях, то 100% вы выкрутите свечи и в Мерседесе, понимаете, это разница, но, когда вы выкрутите свечи и в Мерседесе, и в Жигулях, у вас начинает работать сравнение, например, с другой стороны, вы были на улице, там холодно, зашли в дом, тепло, да, то есть, ваш мозг, наш мозг, наш с вами мозг, работает на сравнениях, поэтому, когда мы начинаем изучать два языка, вот, начали изучать переменные Python, переменные Kotlin, переменные DC, в трех языках, мы, в принципе, в трех языках, мы столкнулись всего лишь несколькими вещами, первая вещь, переменная, значит, нам надо ключевое слово, мы знаем, что в трех языках однозначно эти переменные, это хранение данных, далее, нам надо, мы начинаем обращать внимание, а когда же проходит процесс инициализации переменной, и где хранятся данные, и скажите, а добавим четвертый язык, надо его потом это изучать, да не надо, но чтобы наш мозг и мы начали обращать внимание на вещи, которые присущи всем языкам, то есть я говорю на уровне выше языка, да, надо изучать несколько языков, тогда процесс будет идти правильно, потому что пока, допустим, вы будете учить функции Python, вы просто будете учить, вот так делается, но это не дает никакого понимания, когда вы начинаете изучать функции Python, функции Kotlin, да, что там записывается по-разному, это мелочи, но вы начинаете понимать, ага, здесь аргумент и так записывается, а здесь как массив строк, а здесь какого порядка функция, понимаете, о чем я говорю, это архиважный момент, поэтому школа Буфсановской отличается, и мы будем идти в сторону именно фуллстек разработчиков, то есть по сути дела, школу я стараюсь делать именно как среда, в которой человек может разеваться, появляются новые вопросы, здесь не просто выдалась куча, какая-то порция информации и все, здесь идет развитие, этим мы отличаемся, и теперь момент, который хочется обратить внимание, а вот он момент, который я говорил, описал о Сачи, чего боится новичок, новичок боится переключения и путаницы, связанные с этим переключением, новичку кажется, что если он переключится на другой язык, то он все забудет, это кажущееся понятие, и это будет происходить до тех пор, пока вы не начнете оперировать понятиями не языка, а понятиями, относящиеся ко всем языкам, то, что я говорил, допустим, переменных, когда мы оперируем понятиями не такими первобытными, ой, вот так вот написались ключевое слово там лет или ключевое слово сейчас или ключевое слово там, например, варь или варь и вот это переменная, нет, когда мы просто написали ключевое слово и смотрим, ага, вот это происходит, ура, произошло, это не есть понимание, есть понимание, когда мы изучать начали два языка и начинаем понимать, что мы, в принципе обращаем внимание на понятие как ключевое слово, когда инициализируются перемены, где хранятся данные, то есть мы вычленяем для себя важное, тогда сам язык становится неважным, да, какой язык, в каком языке писать, важно, чтобы мы понимаем, что нам надо понимать в данном языке в данный момент времени, вот это тогда я понимаю, что вы понимаете и вы будете понимать, что вы понимаете, о чем речь, посему будем заканчивать, подводим итог и дам рекомендации, значит, ребят, смотрите, в третий или четвертый раз подвожу итог, начинайте с двух языков, в школе обычно я рекомендую и ребята делают так, покупают, получают доступ по жизни на СПБ и получают доступ к Котлин, Котлин, дам эти два сайта, тоже здесь доступ по жизни, начинают заниматься, следующий момент, важно быть в группе, потому что именно в группе можно, увидев выполненную часть домашнего здания и домашнее, увидеть, что хромает человек и подсказать, в данном случае направить, и таких сообщений много, и так вы получаете много всего правильного, следующий момент, важный момент, я писал это видео, но сейчас, возможно, вы его не найдете среди всех видео, смотрите, вы в группе находитесь, получаете видео, там, допустим, обсуждается вопрос чего-то, ну, я отличаю, допустим, базовые вещи, ну, пусть это будет что-то связано с ПАЙТом, ну, например, там, извлечение по срезам, и вдруг вы понимаете, что вы это плохо знаете, да, то я говорю, создайте себе рубрику, и обязательно пометьте, но то, вот пришло сообщение, вы не знаете, да затратьте вы два часа, разберитесь, вот так по ходу вы восстановите, потому что, не потому что, а дальше, я вас прошу к этой статье посмотреть, почитать ссылки, посмотреть другие видео уроки, которые восполнят вашу картину, да, я обещал вам еще это видео дополнить, вашу картину, да, и у вас в голове сложится картина, в принципе, я рассуждаю, вот, со стороны вашей, изучать, изучать язык и выращивать все программиста, я буду следующим образом, первое, второе, третье, как только будет вот это понимание, у вас процесс самообучения, процесс выращивания всех программистов, пойдет намного быстрее, потому что, когда изучаешь язык, язык, потому что так написано, это одно, ведь в школе тоже очень много материала, но я отвожу роль и самому человеку, который изучает, он в первую очередь должен себя определить, поэтому в школе я ставлю задачу, одну из главных задач, ведь моя задача не главная, вот только рассказать язык, язык он рассказан, а главное, сформировать у человека понятия и привычки для правильного продвижения в языке, который будет включать и просмотр видео, и самостоятельные работы, и дополнительных вещей, и как работать над ошибками, и включить сюда и командную строку, включить в себя документирование кода, чтобы нарабатывать привычку, когда мы можем не только рассказать код, и это откладывается, и мы можем понимать, что происходит, и это донести, да, то есть, видите, это целый комплекс, и моя задача, когда вот этот комплекс происходит, то все нормально, ну, конечно же, я поддерживаю своих ребят, вот это самое важное, потому что я знаю, что они во всем разберутся, надо просто направить, моя задача направить, как вы видите, в группе в школе, если в видео уроке человек просто повторяет за мной, но я там рекомендую проделывать несколько раз, то дальше работа строится самостоятельно, это интересно человеку, это результативно, и это уже развитие, и здесь моя задача направить на то, чтобы человек принял решение, во-первых, стать на путь фалстек-разработчика, и начал выращивать себя программиста, это архиважно, ребят, ну, ссылочки в школу будут, кто хочет, приходите, в общем, то, что я хотел рассказать, именно, я рассказал, спасибо за доверие, все, ребята, получится. Спасибо. Спасибо.